всем привет рад вас видеть не знаю как вы рады ли но если смотрите то наверно рады если видите значит рады ну я как всегда благодарю тех кто оказывает материальную поддержку каналу всех тех кто пишет комментарии потому что ох как интересно читайте особенно про группу the who было замечательно просто замечательная беседа странная довольно но это не важно все равно спасибо за то что мы вместе за то что мы все любим музыку обсуждаем ее это приятно да ну а я хочу вспомнить удивительную пластинку я уже говорил про группу love из лос-анджелеса любимая одна из любимых групп егора летова в основном массе слушателей российских она этим и известно но не всем многие любят ее безотносительно отношение к ней и горы летова просто за то что хорошая музыка майк науменко обожал группу love и иногда даже когда отключался от реальности даже ставил ее выше чем the rolling stones которых обожал и не скажу что боготворил но хоть страшный пиетет испытывал к этой группе но потом все возвращалась на круги своя и rolling stones все-таки для него были выше чем love но он любил очень особенно первые два альбома но это не первые два альбома это третий альбом про первые два альбома я уже говорил можно посмотреть в плейлистах ролики кстати говоря обращайте внимание на плейлисты потому что постоянно читаю в комментариях просьба рассказать об одной пластинке а другой пластинки а третье пластинки я не о них уже все рассказывал уже все это существует в тех самых плейлистах так вот love forever changes пластинка которая вышла в 1967 году ну собственно и записана была в 1967 в лос-анджелесе продюсеры брюс бортник и пол ротшильд известные многим наверное по работе с группой the doors я говорил уже много раз да что группа the doors музыканты группа the doors а именно джим моррисон очень любили группу love на начальном этапе считали и эту группу просто недостижимой вершины для себя перлись с дикой силой от музыки артура ли лидера группы love но группа the doors или просто doors писала хиты писала мощные такие уважаемые на ухо хиты моррисон был яростным диким замечательным фронтменом шоуменом и doors конечно стали гораздо более популярны более известны более востребованы чем love и в свою очередь оказали поддержку группе love в плане звукозаписи в плане работы с лейблами с теми самыми продюсерами с тем же самым ротшильдом и так далее в общем отношения были хорошие а что касается артура ли то как музыкант как композитор как автор как исполнитель он конечно велик прямо скажем и недаром джим моррисон его любил его творчество любил артур ли писал удивительные песни совершенно и если первые два альбома были жесткие гаражные прорывные прорезные как пули или как не знаю что как бензопилы прорезающие мозг слушателя the forever changes это совершенно другая музыка и она удивительна тем что с музыкальной точки зрения это одна из самых прозрачных трепетных красивых изысканных изящных чуть не сказал вычурных записей всей мировой рок-музыки вплоть до наших времен может такой неземной красоты мало где можно услышать такой неземной красоты до такого исполнения такого синтеза оркестра и рок-группы пожалуй что вообще ни у кого нет и до сих пор потому что вот как раз я недавно прочитал я очень люблю группу the moody blues я уже об этом говорил и постоянно записываю ролики про moody blues и записано еще мало но запишу еще потому что про все хочу альбом поговорить я безумно люблю за исключением только произведение night and white satin который с этим который считается трейдмарк группа the moody blues я терпеть не могу эту песню и вообще вот этот альбом the future past я его не люблю потому что настолько настолько специально выдвинут оркестр так так это все так это все просто искусственно сделано и и и такая какая-то пошлость в этом есть в этом произведении в те годы считалось что это прорыв что этого группа с оркестром так записано красиво безумно ну здесь оркестр используется раз в 500 примерно профессиональнее в смысле интереснее и тоньше и так как нужно и музыка получается какой-то неземной красоты так вот я начал с того что это музыкально одна из самых светлых таких да изысканных и одухотворенных вещей а что касается самих песен они столь мрачны столь депрессивны столь безысходны что просто хоть ложись и помирай пластинка ужасно депрессивно если говорить о песнях как песнях да вот переводить тексты я по переводил поскольку со слуха не понимаю ну это это конечно такая история это тяжелая артур ли был в нехорошем достаточно состоянии музыканты тоже и когда они пришли в студию чтобы начать работать над альбома у них ничего не получалось тогда брюс бортник и пол ротшильд пригласили сессионщиков которые записали две песни энда мороген и the daily planet номер три номер четыре на первой стороне потом музыканты группы love послушали то что записали сессионные музыка но спели спел артур ли здесь искали не ребята это это все круто но мы сами хотим и напряглись собрались силами чего это стоило мне неведомо но я знаю что к концу записи я читал то я знаю я читал да поэтому знаю что к концу записи в момент сведения люди которые приходили в студию видели человека сидящего в углу абсолютно опустошенного на грани уже просто полного отруба и не узнавали его кто это такой был а это был тот самый артур ли который практически терял сознание уже от напряжения после записи после сведения после работы над этим альбомом был весь высосан вымотан и лишен какие бы то ни было сил тоже выложился полностью и не мудрено потому что мелодии которые здесь им придуманы написанные спеты они так неожиданно и так танки так сложны так красивы такие европейские и европейские и латиноамериканские и и и и и космические просто что откуда же берется непонятно да после первых двух яростных диких гаражных альбомов вдруг такая космическая тонкость кристальная чистота оркестр очень много акустической гитары в основном все на акустической гитаре но если исключить барабаны ударные электрическую гитару и оркестр до который очень его и много с одной стороны а с другой стороны он вообще не мешает ругруппе вообще не не превалирует не преобладает здесь все в комплексе звучит настолько гармонично настолько тонко но при этом ужасно с одной стороны очень красиво когда слушаешь эту музыку неземную а с другой стороны очень мрачно там любимая песня direct телефон последняя на первой стороне просто сюита какая-то такая мелодию мог написать только профессиональный композитор который я не знаю там специалист по моцарту по шопену рядом не ставлю но тем не менее что приходит на ум а это парень изможденный черный парень написал вот эту штуку оркестровка такая которая достойна нам филармонического исполнения какого-нибудь но при этом жуткая безысходность нас заперли и выбросили ключи и мы сидим и все и и повторение в конце на заперли на заперли на заперли выбросили ключи и вообще и вообще все плохо ужасно и чудовищно и все общем все песни такие адски красивые райски красивые и совершенно безысходные и вот этот контраст он наверное привел к тому что пластинка продавалась очень плохо когда она вышла и популярность ее и значимости и пришла как часто бывает значительно позже с годами и пластинка это для меня это 1967 год до для меня она выше по значимости по музыке по музыке то точно чем сержант пеппер the beatles я безумно люблю группу beatles считаю просто номер один но если сравнивать альбом сержант пеппер и вот эту это конечно убойная вещь просто просто убойная ну многие сравнивают то есть сержантом очень многие критики ставят рядом но я тоже поставлю рядом не буду уж так издеваться над бетломанами это удивительная штука да и и люди то ожидали ожидали от лав вот этого гаражного бензопильного рока а получили прозрачную симфоническую практически музыку с как я играл с испанскими мотивами с латиноамериканскими с европейскими со средневековыми с какими угодно но не вот это вот рубилово в бруклине как что-то что называется в лос-анджелесе точнее рубилово в бруклине такая присказка ну что касается песен лилана гейн он ор лонагейн ор первый номер это просто натуральный хит тоже вот с такими испанскими мотивами с душком я я бы сказал но очень красивый боевой моторный ритмичный прозрачный с акустической гитары замечательным все круто house is not a motel вторая песня драматичная с таким прикрикой прикрекиваниями в рефрине с выезжающей вдруг не откуда ни возьмись электрической гитары с лаконичным соло и все это с оркестровкой все это очень тонко очень круто and the more again райской красоты песня которая записана сессионщиками спета все-таки или и daily planet то же самое и они немножко по звуку отличаются я долго не понял почему они выделяются хотя так могут проскочить вроде в общей массе но все-таки они отличаются записали все-таки другие музыканты здесь и нельзя сказать что они лучше сыграли хуже сыграли все сыграно на одном очень высоком уровне вся пластинка и вот после end of morgan две песни удивительные the daily planet и old man вот как бы одна красивая а вторая еще красивее краше точнее красивее неправильно говорит одна очень красивая the daily planet а old man еще краше адрес телефон я уже говорил это просто симфоническая сюита с меняющийся мелодии все время нигде не тормозится нигде не 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 перепеваются песни куплет припев куплет припев припев куплет проигрыш вот этого ничего нет это такая бесконечно льющаяся история и артур ли рассказывает эту удивительную свою страшную страшное ощущение мира таким проникновенным голосом без хрипа без рева без давления без агрессии а искренне чувствуется что человеку не очень хорошо живется вторая сторона не хуже 1 моя любимая песня здесь life and let life номер два с очень интересной тоже гитарой и ядовитое произведение человек с хорошим чувством юмора так он видит мир да вроде бы веселенькая песня но там девочки катаются на карусели калибри жужжат солнышко сияет цветочки цветут но так видит мир только человек с хорошим чувством юмора от человек без чувства юмора видит совершенно все это нормально видит несколько иначе последняя песня you said the scene такая же мрачная по смыслу как и все остальное но как финал какой-то гранд-финал оркестровой с она из двух частей состоит начинается одна история потом переходит в торжественную финальную часть когда артур ли поет о том что в общем выхода нет ребята все но не так как я сказал выхода нет а проникновенно трепетно душевно глядя вам в глаза и прямо вам в уши чистым светлым голосом пластинка изумительная и действительно она как многие говорят она закрывает лето любви закрывает всю эту хиповскую историю 1967 года праздники закончились начались суровые будни но тем не менее это олицетворение того самого лета любви которая к сожалению ни к чему хорошему не привело не от того что плохое было а от того что бесполезно все получилось что все это бесполезно вот так ну я не буду вас расстраивать а пойду выпью вот и все до новых встреч по